На одном из совещаний с высшими военными чинами Адольф Гитлер не без самолюбования заявил, когда начнется Барбаросса, весь мир затаит дыхание. Германское нашествие 1941 года, оставшееся в истории как операция Барбаросса, станет тяжелейшим испытанием для нашей страны со временем монголов. В ночь на 22 июня 1941 года советские пограничники под Гродно слышали шум моторов. Они решили, что на позиции выходят немецкие танки. Однако на самом деле ревели тягачи вот таких огромных пушек, способных забрасывать снаряды весом полтора центнера почти на 30 километров. До их первых выстрелов оставалось всего несколько часов. Грохоту первых выстрелов операции Барбаросса предшествовала долгая и скрупулезная подготовка, растянувшаяся почти на год. Германское высшее руководство обратилось к планам войны с Советским Союзом вскоре после завершения французской кампании летом 1940 года. Нацисты и Гитлер открыто высказывали идеи о необходимом для немцев Lebensraum — жизненном пространстве на Востоке. Но помимо этих идей имелись и актуальные соображения сугубо военного и политического характера. В июле 1940 года на совещании в Бергхофен фюрер заявил «Мы не будем нападать на Англию, а разобьем те иллюзии, которые дают Англии волю к сопротивлению». Разгромив Советский Союз и вернув массу людей из армии в промышленность, Германия могла сосредоточить усилия на морских и авиационных вооружениях. С хорошими шансами вскоре стать гегемоном Европы. Повинуясь приказам фюрера, 29 июля 1940 года начальник немецкого генштаба Франц Гальдер поручил разработку плана операции против СССР своему старому другу — генерал-майору Эриху Марксу, начальнику штаба 18-й армии. Маркс не был родственником и даже однофамильцем, основоположника известной экономической теории. Его имя писалось иначе. Однако генерал считался специалистом по России. 31 июля 1940 года Гитлер обозначил Гальдеру общий контур операции против СССР как классический блицкрик — сокрушение внезапным ударом в течение пяти месяцев. От немедленного похода на восток немцев удерживала только перспектива застрять в распуте своей морозы. Генерал Маркс не стал откладывать дело в долгий ящик. Уже через неделю 26 машинописных листов легли на стол Гальдера. Будущий театр военных действий по Марксу припятскими болотами разделялся на две плохо связанные части — северную и южную. Операцию предполагалось провести двумя группами армий — север и юг. Также Маркс отметил крупные лесные массивы, мешавшие маневру войск, к западу и северу от Москвы. Оценивая возможную стратегию советских войск, Маркс отмел повторение 1812 года. Он был уверен, что Красная Армия даст бой не в глубине страны, а на западных рубежах. В сентябре 1940-го к работе над планом войны с СССР присоединился Фридрих Паулюс. Его имя станет известным при совсем других обстоятельствах. Именно Паулюса принадлежит фраза, обозначившая главную проблему немецкого плана. Сила России представляла собой большую неизвестную величину. Паулюс как в воду глядел. Уже осенью 1940-го года в Красную Армию начали поступать танки новых типов КВ и Т-34, о которых немцы так и не узнают до начала войны. Одним из отцов новых боевых машин был Дмитрий Григорьевич Павлов. Начальник автобронетанкового управления. С его подачи будущий КВ разрабатывался как истребитель противотанковой обороны. Павлов воевал в Испании и, учитывая опыт той войны, настоял на толстой броне и мощном вооружении новых боевых машин. Тем временем немецкий план наступления в штабе командования вооруженными силами Германии получил кодовое наименование «Фриц». Так звали сына одного из офицеров, работавших над планом, фон Лосберга. В ноябре 1940 года Берлин посетил нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. На Ангальском вокзале впервые с 1933 года звучал «Интернационал». Ожидалось, что будет заключен второй пакт Молотова-Риббентропа. Однако все предложения нацистов направиться на Средний Восток и в Индию Советский Союз отклонил. На следующий день после отъезда Молотова главнокомандующий германским флотом Эрих Редер застал Гитлера размышляющим о нападении на Россию. Адмиралку пытался отговорить его от этой затеи. Она означала войну на два фронта. Фюрер и сам когда-то критиковал подобную стратегию Германии в Первой мировой войне. Однако, ко всем аргументам военно-морского командования Гитлер остался глух. Более того, флоту тут же были поставлены стратегические задачи в грядущем нападении на Советский Союз. Этой кампании не суждено было носить имя сына офицера Фриц. Гитлер назвал ее в честь германского властителя, в XII веке укрепившего военную мощь Священной Римской империи. В директиве Гитлера задача формулировалась без обиняков. Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Идеи плана Барбаросса опирались на успех французской кампании, который теперь нужно было повторить, но более масштабно. Вместо одной танковой группы предполагалось использовать сразу четыре. Количество танковых дивизий было удвоено, хотя производство танков в Рихе не поспевало за этими нововведениями. Важнейшим инструментом подготовки Барбароссы стали высотные самолеты-разведчики Ю-86, так называемые команды Ровеля. В герметичной кабине летчики могли подниматься в небо на 10-11 километров и с недосягаемой высоты фотографировать аэродромы, военные городки и корабли. Такие самолеты были неуязвимыми для советской ПВО тех лет. Попытка перехвата немецкого разведчика на такой большой высоте в апреле 1941 обернулась трагедией. При Балтике потеряли управление и разбились два из трех вылетевших на перехват новейших МиГ-3. Однако помимо Юнкерсов с гермокабинами у Ровеля имелись и вполне обычные самолеты. На них он летал над Советским Союзом начиная с 30-х годов. Самолеты команды Ровеля ненадолго вторгались в воздушное пространство СССР, фотографируя приграничные районы. Может возникнуть вопрос, почему не сбивали? Неужто так боялись немцев? Проблема заключалась в том, что в те годы случайные потери ориентировки были обыденностью. В немецких штабах на Востоке тоже фиксировали нарушения границы. Скрупулезно записываю. Русский самолет, ясно видны опознавательные знаки, перелетел границу на высоте около 2000 метров, пролетел над казармами Войцеховица. Пилоты приграничных авиачастей советских ВВС в учебных полетах регулярно сбивались с курса и залетали в немецкие владения. На этом фоне обращения дипломатов к немцам о нарушении границы выглядели не очень убедительными. Но в результате деятельности команды Ровеля были вскрыты системы базирования ВВС приграничных округов. Немцы точно знали, где находится наш аэродром. И здесь самое время спросить, а что же советская разведка? Во-первых, с разведчиками сыграла злую шутку переоценка противника, случившаяся осенью 40-го года. Тогда количество немецких дивизий на границе с СССР завысили аж втрое. И последующее наращивание сил не казалось таким уж резким и угрожающим. Когда говорят о плане Барбаросса на столе у Сталина через несколько дней после его подписания Гитлером, это не просто выдумки, это чепуха. Вопреки песне 30-х годов разведка доложила не точно. Последние предвоенные месяцы не удалось скрыть ни реальной группировки противника, ни его планов. Постоянно назывались новые даты вторжения, но каждый раз ничего не происходило. Главной проблемой было отсутствие анализа огромного потока противоречивой информации. Редким исключением стала записка военного атташе в Германии Тупикова. Данные состояния вооруженных сил также говорят о том, что Германия проедается, но держит армию такой численности, которую кроме нашего театра негде применить. Однако, до самого последнего момента немецкую группировку не воспринимали как однозначно наступательную. Ее можно было расценить и как возможный щит на Востоке перед вторжением в Англию. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. На границе нарастающее напряжение чувствовалось острее всего. В ночь на 22 июня сразу на нескольких участках пограничники задержали перебежчиков, военных и гражданских. Переплывший Буку Сокаля сапер Альфред Лисков, коммунист из Кольберга, сообщил, что его дивизия должна атаковать утром следующего дня. Информация о Лискове почти молниеносно дошла до Москвы, до Наркомата обороны и Генерального штаба. На экстренном совещании в Кремле принимается решение поднимать войска по тревоге. Но информация поступила слишком поздно. Для полноценного отражения нападения нужны были войска из внутренних округов. Они еще только начали выдвижение на запад. Для многих роковым промедлением стала необходимость расшифровки, переданной из Москвы директива. Генерал Павлов был вызван штаб округа прямо из театра. В Минске гастролировал МХАТ, давали тортюфа. Той же ночью переполняемый недобрыми предчувствиями Василий Тупиков прилетел из Берлина, буквально чудом проскочив к границе до начала войны. Шли часы и неумолимо наступало утро одного из самых страшных дней русской истории. На немецких аэродромах техники подвешивали бомбы и запускали двигатели. Если у автомобиля заводная рукоятка находится спереди, под радиатором, то на самолетах тех лет ее вставляли сбоку и крутили минимум вдвоем. Утром первого дня войны с бомбами взлетали также многие немецкие истребители. Главной целью Люфтваффа были аэродромы. Самолеты поднимались в воздух до начала от подготовки и пересекали границу уже под аккомпанемент взрывов. Командир истребительной эскадры Грюнхерц Траутлофф писал Мы хорошо видим вспышки от разрывов снарядов. В эту секунду начинается гигантская драма, которая, возможно, изменит не только наши судьбы, но и весь ход истории. В 4 утра по всему фронту от Балтики до Карпат гремела канонада. Постноармейцам приграничных частей она показалась бесконечной. На самом деле она длилась около получаса. После огненного шквала в атаку пошла пехота. Одной из первых целей стала Брестская крепость. В момент, когда немцы уже считали ее своей, нашлись люди, которые с этим не согласились. С восточного форта крепости по самонадеянно сгрудившимся немцам застрочил пулемет. Танковый Максим в умелых руках это страшное оружие. Сразу несколько десятков солдат и два немецких командира батальона повалились замертво. Хватило одной ленты, чтобы сорвать штурм и дать нашим бойцам время прийти в себя. Сопротивление немцам нарастает и даже возникает контратаки. Впервые на Восточном фронте звучит немецкий приказ отступать. Вместо нескольких часов штурм Брестской крепости продлится несколько дней. Тем временем командующие войсками Западного фронта Павлов получают доклады. В направление на Сапоцкин введены тяжелые танки противника, которые не пробиваются 45-мм артиллерии. Противник за этими танками ввел свою пехоту, поломав нашу оборону. Что это за тяжелые танки? Нововведением Барбароссы стало массовое вооружение немецких пехотных корпусов самоходной артиллерии. Например, вот такими самоходками штук три. И да, лобовая плита в 50 миллиметров толщиной не пробивалась советскими 40-пятками на обычных дистанциях боя. Бронебойных же снарядов больших калибров в начале войны катастрофически не хватало. Казалось бы, небольшое увеличение толщины немецкой брони в 41-м году привело к действенным результатам и стало одной из причин нелестного прозвища «Сорокопятки» в наших войсках. Прощай, Родина! Донесения в штаб фронта из Гродно ложились одно к одному. Шум моторов, тяжелые танки. Все указывало на то, что именно на этом направлении предстоит главный удар врага. Павлов принимает решение, казавшееся единственно верным. Направить Гродно в свой самый сильный резерв, 6-й механизированный корпус, получивший до войны три сотни новых танков КВ и Т-34. Генерал ошибся в одном. Под Гродно наступали не танки, а поддержанная штугами немецкая пехота. Германский Блицкриг в целом шел по следам танков, но опирались его успехи на плотную массу пехотных дивизий, добивавших очаги сопротивления за спиной танковой группы. Со стороны могло показаться, что эти люди молятся какому-то божеству. Однако такие позы были вполне обычными для минометных расчетов пермахта, чтобы не оглохнуть от выстрела. Минометы стали эффективным оружием немецкой пехоты, быстро перенося их с места на место, подавляли пулеметы и пробивали себе путь вперед. Однако пехоту двух армейских корпусов заставили перейти к обороне контрудары советских танков под Гродно. Ошибочность решения Павлова выяснилась через два дня. Уведение из строя авиации на аэродромах ослепило командование Западного фронта, лишило возможности наблюдать за врагом с воздуха. Танковую группу Гудериана, идущую от Бреста через Барановича на Минск, просто не вскрыли. Все выяснило случайно, благодаря карте, обнаруженной в захваченной немецкой автомашине. Но было уже поздно. Удары танковых групп немцев через Прибалтику на Минск и через Брест на Баранович и Минск привели к окружению главных сил Западного фронта. Павлов предотвратил малый котел, но не смог избежать большого. Сотни и тысячи людей получили шанс на спасение, возможность уйти в Припятскую область. Но фронт в целом рухнул. Западный фронт по большому счету был обречен. Его атаковали сразу две танковые группы. Для Франции напомню хватило одной. В Прибалтике за счет танковых контратак удалось избежать катастрофы и организованно отойти за западную двину. Весьма неприятным сюрпризом оказались для немцев советские тяжелые танки КВ. Как и хотел Павлов, они стали истребителями противотанковых пушек. КВ уверенно держали удар и снаряды оставляли только лунки на броне. Вооруженная полусотни таких машин советская 2-я танковая дивизия в июне в Прибалтике под Рассеняем сдерживала целый танковый корпус немцев в течение нескольких дней. Борьба с новыми советскими танками стала немалой проблемой. Хотя средства борьбы у вермахта имелись подкалиберные снаряды, зенитки и тяжелая артиллерия. Даже легкие танки заставляли немцев осторожнее продвигаться вперед в постоянной готовности к отражению атаки. Начальник бронетанкового управления Северо-Западного фронта Полубояров писал танки жертвуя собой спасали пехоту от полного уничтожения и разгрома. На Украине также удалось избежать перерастания кризисов к катастрофам. Танковые контратаки сдерживали немцев и позволяли относительно организованно отходить на восток. Именно на Украине в бою под перемышлем был тяжело ранен и лишился ноги один из создателей плана Барбаросса генерал Эрих Маркс. Погибнет он в 44-м под американскими бомбами в Нормандии. Дмитрий Павлов за катастрофу в Белоруссии был расстрелян вместе с частью своего штаба. Никто еще не осознавал, что Белостокско-Минский котел это только начало. Удары танковых групп на большую глубину приводили к невиданным ранее масштабам окружений. В котлы попадали сразу целые армии вместе с целовиками военными строителями и полковыми оркестрами. Они почти не имели пехотной выучки. В условиях крушения фронта неизбежно пополняли ряды пленных, как эти несчастные музыканты. 29 июня на восточный форт Брестской крепости посыпались огромные бомбы весом две тонны. Одна из них попала в склад боеприпасов. тут же начавшийся штурм сломил сопротивление защитников. Из форта на летнюю жару выходили люди в шинелях. В глубине казематов царил холод. Фронт неуклонно катился на восток. На площади в небольшом городке Миколаев под Львовом на марш вышли из строя два советских танка кавы. Неудачно разворачиваясь один из них свернул старинный памятный крест на рыночной площади. Набожные местные жители сразу сочли это дурным знаком – предвестникам беды. В 1 июля к Миколаеву подошли немецкие пехотинцы. Экипажи наших неисправных танков приняли бой. Позднее немцы писали об этой многочасовой схватке. Танки стояли настолько удачно, что контролировали обе дороги идущие от рыночной площади. Вперед были выдвинуты противотанковые пушки, но их огонь не принес результата. Второй КВ стоял вон там. Окруженные со всех сторон немецкой пехоты, наши бойцы сделали вид, что сдаются, выбрались из танков, закидали врагов гранатами и погибли в бою. Последний оставшийся в этом танке солдат через несколько минут после щелчка затвора немецкого фотоаппарата подорвет боекомплект. Гитлер и его генералы ошиблись не только в количестве дивизий и качестве вооружения. Маркс, Лосберг и Паулюс не учли того, что бойцы и командиры Красной Армии даже в условиях хаоса будут выполнять свой долг до конца. Именно на этих героев весь мир смотрел, затаив дыхание. Редактор субтитров Корректор А.